В актрису, которая сегодня у нас в гостях, я и всё моё поколение влюблены с юности. И сколько бы ослепительных красавиц не появлялось потом на наших экранах, девочку в венке и ста дней после детства затмить никто не смог. Главная романтическая героиня российского кино Татьяна Друбич в студии программы «Кино в деталях». Тань, здрасте, спасибо, что пришли в гости. Здрасте, Федя. Рада, что пришла. Пришла с удовольствием. Давно не виделись. Давно не виделись. Всё, кричу, а что же никто не... Ну, наверное, приглашают в кино, и уверен, а вы всё отказываетесь, 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 отказываетесь. Но сейчас есть о чём поговорить, хотя, насколько я знаю, Рината, моя подруга Литвинова, не хочет распространяться по поводу своей картины, собственно говоря, где вы сыграли одну из главных ролей. Вы почему согласились? Из-за Ринаты? Это долгая история, и это случайно и закономерно. Вот может так быть. И я думаю, неожиданно для Ринаты, что я там оказалась. С одной стороны. Почему долгая? Потому что давно, давно, лет 150 уже тому назад, когда Рината была студенткой в ГИКа и написала сценарий, и этот сценарий как-то у неё связан с этой историей. Вот тогда я снялась в этом сценарии, который сейчас как-то дожил и, так сказать, материализовался. Тогда была, правда, другая девочка, чудесный режиссёр Никита Высоцкий. Они валяли меня в ботаническом саду в снегу. Вот я ничего этого не помню. Я помню, что я лежу в снегу, и он всё время подо мной тает. Подождите, подождите. Правильно ли я понял, что вы тогда снялись? Я тогда снималась у неё, и, по-моему, эта история продолжилась. В ГИКе? В ГИКе. А материал этот она использовала в картине? Я ещё не могу вам сказать, потому что я думаю, что это история с историей. И вот это вот тот случай прекрасный. И для меня это было, даже, я бы сказала, необходимо. сняться у Ринаты. Во-первых, Рината интереснейший современник. Актриса, она просто, так сказать, я считаю, вот в Кириных картинах это ей нужно дать все Оскара мира. Два в одном и настройщиках. Шедевры. И это, во-первых. А во-вторых, это абсолютно честное дело, если можно так сказать. Потому что это, правда, независимый проект. На свои деньги, своими силами, с азартом той студенческой работы. И он был в одном пространстве, которое трансформировалось в чёрт-те что. И потом я играю доктора. Наконец-то. Федя. Не, я хочу, чтобы вы не заканчивали. Продолжайте. Да. И история трёх женщин. И играет их? Возможно, подруг. Играет их Рината. Что тоже для меня интереснейший опыт рядом с ней работать. Потому что это такое вот, так сказать, испытание. Испытание. Но мне легко. С ней можно быть не артисткой рядом. И играет замечательная Ольга Кузина. Играю я доктора, у которой умирает близкая подруга. Сделать ничего нельзя. И я... Такое время потери. Противишь, в какой-то момент, и я это ощущаю, время начинает, так сказать, двигаться по-другому. Оно исчисляется по-другому. Оно ускоряется, оно тормозится. Ты его ощущаешь. Ты всё меньше и меньше думаешь в будущем времени. И вот это время потери такое у женщины. Женщина, когда вдруг она понимает, что она вот спотыкается на такой вроде бы... Ну, она доктор. Ну, это не первая смерть в её практике. Но вдруг, понимаешь, что это такая тотальная потеря. Уходит одно. Уходит муж. И это вот всё равно. И, в общем-то, сама одна. У Ринаты я даже не читала сценарий. И не читаю его. Пишет она блестящий сценарий. Ну, ладно. Не читала. У Соловьёв 2, 2, асу не читала сценарий. На доверие. А что в этом такого необыкновенного? Строится на доверии. Я понимаю, мне понятна система координат. Для меня самое главное принять решение. Я это и хочу выяснить. А я и говорю, для меня самое главное принять решение. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Татьяна Друбич. А вот вы обмолвились по «Ассо-2» и что вы, когда картина была готова, вы посмотрели? Очень понравилось. Жалела, что не прочла сценарий. И там тоже не прочли сценарий? Нет, там тоже не прочла сценарий. Жалела. И что Сергей Александрович всё рассказал на путь? Я ему сказала, что знала бы, что такая картина получится, играла бы лучше. А вы когда последний раз «Асу» первую смотрели? Давно. Зато сейчас снялась в клипе группы «Ундервуд» «Платье в горошек», где они поют о басе. И снял замечательный Андрей Томашевский чудесную нежную историю про то, как я возвращаюсь в Ялту, сажусь в этот троллейбус. Офигенно. Замечательно. Я просто недавно её видел. Офигенно кому? А, видели. Офигенная история. Томаша знаю. Я недавно её посмотрел, сильное впечатление. Это гремучая смесь из ощущения времени, невероятные ностальгии, фантастической любви. Но, я не знаю, вот, наверное, эти ощущения не будет переживать современный зритель. Но я, вот мне 45 лет, я её смотрел как, ну, не то что часть жизни, а, и, к сожалению, это уйдёт. Не догнала я Асу тогда, не понимала, потому что Серёжа сильно оторвался от всей нашей компании. А когда не догоняешься... Очень, вообще от всего, и от всего кино оторвался. Да, и это и раздражает, и обижает, когда ты не соответствуешь, так сказать, не догоняешь. И мне казалось тогда, что эффект Асы, её, как бы, брендирование, потому что это стало брендом, сильно больше самой картины. И вот это меня как-то с ней не примеряло. Это как бы было тогда, впервые, вновь, и к этому надо было быть готова. А я не была к этому готова. А у вас какое? Здесь и сейчас, сегодняшнего? Неприятное. Ощущения у меня неприятные. Наверное, вот, точнее сказать, вот в пробках мы сидим. У нас какая-то жизнь, вот это не в смысле, что мы в пробках стоим. Вот ты стоишь, когда в пробках, вроде и хорошая машина, и хороший, так сказать, выбор радиостанции, а кто ещё и, так сказать, музыку свою, любую слушает, какую хочет. Тот, чего и раньше не было, тех, так сказать, перемен, о которых мы пели и ждали каких-то. Но ты с этим никуда не денешься, потому что ты стоишь в пробке. Вот это меня всегда поражает, что вот этот тюрьмак в этих наших хороших автомобилях с общим, с тотальным сервисом, вот, собственно говоря, вот это ощущение жизни. Вот действительно, всё вроде стало лучше. И на Мальдивы ездим, и, значит, путешествуем. И, значит, три года каждый год там кто-то что-то меняет машину. Ну, я говорю про... В общем, мы к этому потреблению как-то уже приноравливаемся. Ещё чуть-чуть, чуть-чуть и насытимся. Но вот что-то, ощущение какого-то, вот, так сказать, движения не вперёд. У меня ощущение, что... Опять-таки, это моё личное ощущение. Почему? Потому что мне многие, я слышу от моих сверстников и ровесников, вот они жалуются на жизнь. Они тоже, вот как вы меня слушаете, и говорят, ну, хорошо, Паша, а вот ты мне скажи, сколько твоему сыну сейчас лет? Он говорит, ну, там, 23. Я говорю, ну, смотри, ты с ним заходишь в один подъезд. В один подъезд. Идёте вы в один магазин покупать, в один покупать. Видите, ну, у него настроение-то хорошее. Ему-то всё это нравится. Входите в одно море. Вот тебе море не нравится. А ему море нравится. Тут какая-то вот здесь накопленная у нас отрава у нас, которая не даёт вот как-то вот порадоваться достижением этих... Этих? Этих рыночных благ. У меня было ощущение, что одно время закончилась абсолютно точка. Всё уже такого не будет никогда. Я бы сказал, ну, это пафосно звучит. Одна империя закончила своё существование, сейчас начнётся другая или империя, или вообще другое время, или другая, ну, проще говоря, конструкция. Вот то, что было раньше, не будет никогда. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Татьяна Друбич. Вы на митинги ходите? Пошла 10 февраля, потому что было холодно. И побоялась, что будет мало народу. Решила, видите, масса у меня такая есть, могу поддержать. Я, конечно, думаю, пойду мало народу, надо сходить. Октябрьская вышла в метро, прошлась до Болотной, села в метро и поехала домой. Вот моё участие в митинге. Посмотрела. Люди хорошие, разные. Радует неравнодушие. Уже большое дело, большой плюс, что люди неравнодушны к этому. Конечно, двумя руками за это. Но опять-таки, опять началось это. Ты не с нами, ты не туда, ты не сюда. Ну, я правда, я не потому, что я, так сказать, там, конформист, мне кто-то говорит, вот это комфортное позицию. Я, потому что я действительно считаю, что надо, понимаешь, с собой разобраться, прежде всего. Ну, разберитесь вы с собой, разберитесь вы со своей гигиеной хотя бы. Знаете, действительно, сделайте, каждый в своей жизни наведите вы порядок. Ну, разберитесь, сделайте вы, я не знаю, ну, вот кто-то меня спросил, какое тебе место в Москве нравится? Я же, честно говорю, первый московский хоспис. Ну, он мне правда нравится. Я считаю, что это отдельно взятое, идеальное место в Москве, за которое я отвечаю, что там честно, чисто, милосердно, благородно. Ну, люди уходят, люди умирают. Но умирают достойно, без вони, грязи, без скандала с родственниками, без вымогательства у родственников. А сколько вы времени там проводите? В хосписе стараюсь немного проводить времени, но это практически моя профессия стала. То есть я занимаюсь этим, но нет дня, чтобы у меня так или иначе не было связано с хосписом времени потрачено. Не знаю, знаете, благотворительность очень такая тема, она, это когда-то это все, можно сказать, это такая буржуазная утомленность, все, так сказать, излишества, от которых люди начинают заниматься, все, так сказать, жены людей богатых им советуют. У нас в одну секунду она зародилась, и ровно через вторую секунду превратилась в, у нас очень не любят людей, которые занимаются благотворительностью. А я этим занимаюсь, потому что это мне необходимо. Мне необходимо заниматься этим. Это прежде всего. Не во имя никого, я во имя себя это делаю. Потому что мне нужно остаться человеком и не скорбиться. У каждого же свои, как бы, примочки. Я разговаривала с одним человеком об этом, он мне говорит, слушайте, чего вы занимаетесь ерундой, женщина? Вы понимаете, что вы вот этим нарушаете баланс в природе? Есть баланс в природе. Должны люди болеть, умирать и освобождать место здоровым, очень здоровым, предположим, и счастливым, и богатым. Чего вы занимаетесь этой хренией? Я говорю, да. А я думала, что мы восстанавливаем баланс в природе. Он говорит, нет, женщина, вы заблуждаетесь. И так повернулся и пошел. Это он, ну да. Это есть. Не прав ваш человек. Но он ушел с правотой своей. Как вы его сделали, скажите? А спрашиваю, почему? Фонд как сделали? Да. Не я создала фонд. Фонд, вот прямо результат, вот хоспис. Я почему-то задаю вопрос. Я вот был, опять же, вспоминаю этот Петербург. Я говорю, слушай, какой у вас высокотехнологичный бассейн. То есть там, ну уже кто не ходит, там и дети лежат. Да, я знаю, у нас тоже дети лежат. Вот, а дети разные, и социальные среды тоже разные. Конечно. В бассейне они за всю жизнь-то не были в бассейне. Федер, извините, я вас перебью, я слышала от людей в хосписе, уходящих, старых людей. Они говорят, вы знаете, мы так жизни прожили. Я про это говорил. А есть дети, например, которые не знают ощущения, вот это качалок. То есть, помните, ну, все в детстве знают вот так вот, и как раскачивались. А так как на коляске все, ну, как бы, всю жизнь, они этого ощущения не сделаны. Она говорит, я говорю, а в чем у вас-то проблема? Она говорит, вот эта хренатень, она английская, стоит 4 фунтов, 4 тысячи фунтов. Ну, это 8 тысяч долларов. Я говорю, это железяка? Я говорю, да. Но не про это разговор. Об этом тоже могу долго разговаривать. Там такая штука, которая поднимает технически, ну, как бы, на механизмом поднимает прямо на коляске, потом проводит в бассейн, опускает и там дальше они уже, так сказать, все, что хотят, делают, потом сажают обратно на эту штуку и вынимают его оттуда. Я говорю, слушай, какая интересная, как это здорово придумано и действительно негромоздкая. И, ну, как бы, видно там сегодняшние технологии. Он говорит, это не бассейн. Я говорю, в каком смысле? Он говорит, это купель церковная. Я говорю, так это же бассейн. Он говорит, по документам купель. Я говорю, а что, почему? Он говорит, по нормам. И дальше меня нагрузил такой историей вот этого противостояния. Это не может быть бассейн, потому что у вас нет розетки 3 и выхода 2-0. Они ее сделали, как купель. Купель подойдет, купель подойдет. И они, как бы, вот, и я подумал, и он как начал перечислять, и дальше начиная от... То есть это какой же силы, чтобы провернуть это дело? Да, Федь, я вот в этой паранойи, честно говорю, разобраться не могу. Разговариваешь с людьми в департаменте, все нормальные люди. Тогда, значит, что значит, об этом не говорить? Нет, а я не понимаю. Все понимают. Все все понимают. Все нормальные люди. Никто не хочет другому зла. Вот не хотят, вот я когда с людьми. Но почему-то так получается, что вы... Кто их пишет, эти вот препятствия, законы? Так нет, их 2 на всю страну, 3, 5. Оставьте их в покое. Нет, не может быть. Вот это бесит. Вот после этого хочется идти на баррикады с камнями и с ломами железными. Или уехать. Или уехать. Вот хреном уехать. Бегом по шпалам. Пусть они уезжают, чиновники. Идиоты. Извините. Пусть не лечатся за границей. Хотя бы. Хотя бы пусть не лечатся за границей. Если ты чиновник, не лечись за границей. Вот это производит сильное впечатление. Если ты хочешь кого-то сподвигнуть на то, чтобы снести все это к чертовой матери, надо поехать. И тебе должны рассказать в хосписе, который действительно фантастически выглядит. Не, да. И я понимаю, не приведи Господи вообще, да? А хотя это самое первое, что ты понимаешь. Не приведи Господи. А как без этого? А пойди, знай, пути Господни неисповедимы. Ты через какое-то время можешь оказаться. Слушай, умирают все. Да. Мы снова в студии программы Кино в деталях. А у меня в гостях Татьяна Друбич. Будете дальше делать, еще открывать их? Программа «Сеять вечное доброе». То есть открывать их, создать вот сейчас в Туле детский хоспис. В Туле. А в Москве хватает его? В Москве? Он не один, их восемь в Москве хосписов. Просто они другие. И нам бы хотелось, чтобы везде было так же честно, открыто, прозрачно и милосердно, как в Первом московском хосписе. Есть хорошие хосписи, и люди там работают, и есть. Но этого мало. Пока мало. Я, конечно, случайно, так сказать, меня попросил Давид Саркисян, покойный, к сожалению, ушедший человек, директор музея архитектуры, попросил меня прийти и познакомиться с Верой. И все, я поняла, поговорила с Верой, я поняла, что я здесь останусь. И у Ринаты интересная в этом смысле картина, у меня была работа, потому что это история смерти. Это, в общем-то, про жизнь. Понимаешь, про жизнь, она... Когда про жизнь, это значит, соответственно, что такое смерть? Смерть, это, так сказать, результат жизни. Прямо говорят, что как ты прожил жизнь, ты так умираешь. Не знаю, справедливо ли это. Я не умирала сама, слава богу, не знаю, как там будет. То, что делает Чулпан, она национальное достояние. Она в каком-то смысле Кутузов, который сдал Москву, чтобы выиграть войну. Вот как я это вижу. Потому что я знаю, из чего это состоит каждый день. Я это знаю. Раскройте тайну, что Сергей Александрович делает. Программу об Антурчуке. А Федор Сергеевич, а Сергей Федорович, думаю, будет волшебная программа. Про войну и мир. А вы не хотели бы войну и мир в 3D, например, сделан Федь? Конвертировать? А мне кажется, это было бы очень... Это гениальная идея. Пожалуйста, дарю. А есть какие-то кинопроекты впереди? Нет. Пока нет. Но я, знаете, я, к сожалению, не могу сниматься в документальном кино. Я была в жюри Ордок-феста. И тоже какое-то вот такое точное и правильное ощущение. Как вот это занятие с моей больницами и хосписами. Так вот от этого ощущения. То есть ты сидишь, я зритель в зале. Мне показывают такую жизнь, которую я не знаю. И нет возможности у меня ее узнать. И меня так это берет за живое. Я так сопереживаю эту жизнь. И понимаю, что она такая, такая, такая разная. Такое бездно, извините, что я говорю, такая разная. Но это, понимаешь? И это так точно. И это так грандиозно. И так жалко, что документальное кино мало в кинотеатрах. Ну, если только не фильм о Ходорковском. И вот я знаю, девственность Манского шла в прокате. Как раз хотел про Манского спросить. Да. Очень жалко, что вот документальное кино как-то... Хотя, ну, конечно, сейчас становится все... Но нету канала, который показывает документальное кино. А это было бы очень правильно. Потому что это... Это действительно независимое кино. Поговори. Таня, спасибо, что пришли. Приглашайте на премьеру. Рената обещала осенью.